По лесной чаще, как по парку. Первоуральские велосипедисты будут любоваться красотами природы на специальной велотропе. Новый маршрут сейчас прокладывают в районе базы Бодрость. При этом в стройматериалы в непроходимую глушь доставляют на внедорожниках. Репортаж с места событий смотрите далее. На будущую тропу для велосипедистов выходят джипы. Доставить строительный материал в гучу леса поможет мощная техника. Бревна везут за несколько километров. Из них построят мосты через реки и овраги, чтобы даже в самых непроходимых местах можно было проехать на обычном велосипеде. В некоторых местах на велосипеде не проехать. Грязно слишком, канава. Многие из этого не едут, потому что здесь дорога такая не очень хорошая. А сейчас все благостроят и народ сюда подтянется. Обустроить маршрут для велосипедистов решили в администрации города. Зимой здесь на базе Бодрость катаются лыжники, а летом можно дать дорогу велосипедистам. На тропе предполагается три маршрута. Полтора километра, пять километров и одиннадцать километров. Все они будут обозначены разными стрелками. Это желтый маршрут, красный маршрут и синий маршрут. В настоящее время мы разрабатываем указатели с направлением маршрута и обозначением дистанции. Идею спортсменов поддержали на новотрубном заводе. Некоторые сотрудники предприятия не против и вовсе отказаться от авто. По крайней мере в черте города. Работники новотрубного завода в последнее время очень часто пользуются велосипедами. У нас на проходных установлены специальные велопарковки для того, чтобы как можно больше людей отходили от современного вида транспорта, от бензинного транспорта. Но наш город небольшой. Именно как раз он может быть и удобно в плане того, что можно на работу передвигаться на велосипеде и тем самым поддерживать свой здоровый образ жизни. Велоспортом можно заниматься всей семьей. На маршруте будут предусмотрены места отдыха со скамейками и фотозоны. Организаторы обещают содержать тропу в чистоте. Уже сейчас она пользуется популярностью у горожан. Я каждое лето, как только снег тает, даже еще начинаю весной, сажусь на велосипед и катаюсь по разным местам нашего любимого города Перу-Уральска. Экологичный вид транспорта прежде всего. Плюс поддержка физической формы. У меня работа сидячая и очень полезно ездить на велосипеде. На обустройство веломаршрута потребуется несколько дней. Волонтеры вооружились бензопилой и молотками. Главное для велосипедистов в лесу – безопасность. То есть дорога без ям и ухабов. Впрочем, самые упорные, что дойдут до конца, увидят главную достопримечательность – дерево-гигант. Будьте добры, меня тоже сфоткайте, пожалуйста. Таисия Пономарева и Александр Захаров. Новости Перу-Уральск.